Всем привет, это уже третья серия пути бомжа на Блэк Раша. При входе в игру я появляюсь на военной части, выхожу, прохожу этот флагбаум, вписываю команду слэшкарт, чтобы загрузить свою тачку, загружаю, и она, конечно же, сломана, а ремок у меня нет. Приезжаю в 24 на 7, встаю на этот пикап и покупаю себе ремку, и я решаю купить ещё одну ремку, потому что она мне по-любому пригодится, потому что езжу я не очень аккуратно, и, кстати, я выполнил сразу два квеста в Блэк Пайсе, это посетить 24 на 7 и купить две ремки. Выхожу с 24 на 7 и подхожу к своей машине, чтобы её починить, открываю инвентарь, использую ремку, и, собственно, чиню свою машину, она у меня была открыта, и я еду. Приехаю я в банк, захожу в него и бегу к банкомату, чтобы выполнить квест в Блэк Пайсе. Я выбираю благотворительность, и сюда кладу 1 рубль, чтобы особо денег не потерять, и тем самым я выполнил квест в Блэк Пайсе и забираю деньги. Ну вот, что я говорил, я по дороге, пока ехал, сломался, врезался в деревья, вылетел с дороги, использую свою последнюю ремку, и еду кое-куда, и сейчас покажу, куда я еду. Ну а приехал я работать кладоискателем, нажимаю на кнопку «Поговорить со Степанычем», и начинаю задание. Открываю тачку, сажусь в неё, и сейчас еду искать клады, схожу в карту и ставлю метку. Квест у меня выпал в Батырево. Ну вот, я уже и приехал. Вот здесь я оставляю свою машину, решаю её не выгружать. И вот у меня автоматически в руках появляется кладоискатель, и я иду искать клады. И вот я уже подошёл достаточно близко, осталось только подойти ближе, чем на 10 метров. Я решу это место, наконец подхожу, и вписываю команду «Слаждик», и начинаю копать. Моя тактика – это вот так вот копать туда-сюда, боком, либо вниз идти и обходить бомбы, пытаться. Вот. Таким образом, я, конечно, часто натыкаюсь на бомбы, потому что их здесь, в общем-то, много, но клад таким образом найти достаточно просто. Таким же образом, я нахожу ещё 4 клада, ведь найти надо было 5 кладов, и получаю зарплату 16 685 рублей. И таким же образом, я выполнил ещё одно задание, и получил ещё 15 740 рублей. После того, как я поработал, подхожу к машине, открываю её, и еду выполнять кое-что крутое, что очень важно для моего пути. Ну, а приехал я в Латкарина, здесь есть много дешёвых квартир в ГОСе, поднимаюсь на второй этаж, и подхожу к свободной квартире, её покупаю. И, в общем-то, это очень хорошее событие, очень важное. Я даже скриншоты делал, ведь это первая выполненная цель во всём этом пути. И сразу же, как я её купил, я ввожу команду Slash Home, и улучшаю квартиру почти на все оставшиеся деньги, и за 8 тысяч покупаю первого уровня улучшения автоматические двери, чтобы было удобнее. Вот такая вот квартирка у меня теперь есть, я выхожу из неё, и всё. Вот такая вот покупочка, я купил квартиру, всего на третьей серии, и я достаточно быстро до неё дошёл, вычёркиваю первую цель во всех целях. Также после покупочки я приезжал в банк, и захожу в основной счёт мой, и на балансе сейчас 0 рублей, а значит, что нужно его пополнить, кладу 10 тысяч, и оставляю себе всего 5 тысяч, а положу я их на оплату, ведь оплаченная квартира сейчас всего на 2 дня. Оплачиваю сейчас всего на 5 дней, и в итоге максимум целая неделя оплачено. Я снова подъехал к подъезду на своей машине, чтобы припарковать её здесь, чтобы всегда, когда схожу в игру, можно было её брать, и вот я думал, как её можно припарковать, и решаю припарковать вот так вот, думаю, так будет очень удобно. И для того, чтобы припарковать машину, нужно либо нажать кнопку в радиальном меню, либо, как я, как мне кажется, удобнее вписать команду парк. Также на следующий день я зашёл в игру, и вложу опять же в благотворительность рубль для выполнения квестов блокпассей, и забираю 2 тысячи, я прошёл, кстати, новый уровень, на четвёртом уровне, вот, и забираю в слэш-бп-ревард ауди 4 на 12 часов. И, ну, получается всё, пока.